20 тысяч тонн Я даже подсчитал 20 тысяч тонн Это очень много Очень много Не ушел я молодым Еще мог лет 5 выступать Года 4 И побеждать мог И большие рекорды у меня были готовы Очень большие Много Я очень долго еще потом Болел спортом Вот ушел А иногда проснусь ночью Еще сильный был И вот голос какой-то нашептает Вернись поздно будет вернись Вернись еще все победы у тебя будут Вернись и через 2-3 года поздно Вернись Часто было так Пролежишь до утра Это ведь надо понять Это не шалость Там целая жизнь Это не шалость Это не в карты играть В бритчный чемпионат мира И не в бильярд На чемпионат мира играть Там платишь Жизнь Держи, Валера КОНЕЦ А когда я видел журналы и книги старинных наших атлетов, Георга Гагеншмита, нашего подугного, Заикина, других, там ребята стоят в этих журналах, Геркулес, все для спорта, там журналы были старинные до революции, наши журналы были интересные по физкультуре и спорту, там же стоят люди, красавцы, сильные, точеные. И меня очень завидовало, когда юношей было 14-16 лет, думаю, я такой обязательно буду сильный. Павел Андерсон удивил всех наших людей, будучи в 1955 году здесь в Москве. Он показал феноменальный результат, 512,5 килограммов. Несмотря на дождь, зеленый театр был полностью заполнен. И зрители в основном пришли посмотреть не на состязания сильнейших команд Советского Союза и Америки, а в основном посмотреть на Павла Андерсона. Павла Андерсона очень популярный атлет в США. Вспоминает доктор медицинских наук, чемпион Олимпийских игр Аркадий Воробьев. Мы очень долго искали атлета. И вы помните, очевидно, что в нашей спортивной прессе говорилось, кто же сможет сравниться с силой, кто же сможет победить Павла Андерсона. Специалисты говорили, что в течение длительного времени, десятка лет, такого атлета не будет. Никто не думал, что появится у нас атлет, который будет самым сильным атлетом на Земле. Юрию Власову в том уже далеком 55-м было всего 20 лет. После соревнований, встречаясь со зрителями и журналистами, американский промышленник, меценат сборной США по тяжелой атлетике Боб Гоффман скажет, «Пускай у русских есть спутник, у нас есть Пауль Андерсон». Посмотрите, начиная с Андерсона, с Шиманского, с Дейва Ашмана, с Зирка, и позже после меня один поток огромных сильных людей, вес 7, 130, 140, здоровенные ребята, огромные. Вот они на меня все почти, он всех на меня почти нацелил, я переломал все, только горд. Юрий отрабатывал технику жима, рывка и толчка. Постигал спортивное искусство, умение мгновенно расслаблять одни группы мышц и напрягать другие. И так днями, неделями. Жим лежа. 180 килограммов с трудом подают два человека. А Власов будто и не чувствует тяжести. Снаряд перегружен дисками. Кажется, не оторвешь 250 килограммов от пола. Руки привязываются к грифу. Это упражнение называется тягой. Она развивает рывковую силу, из которой немыслимо высокие результаты в рывке и толчке. Тяжелоатлетический зал, настоящая кузница силы. Снатоки в один голос утверждают, что главное оружие Власова его ноги. И как видите, они не оживаются. Стальной гриф гнется под тяжестью веса. Впервые взявшись за штангу, Власов мог поднять только 70 килограммов. А сейчас на штанге 270. Месяцами Юрий тренировался, тренировался, тренировался. Он подобрал себе, по совету тренеров, вспомогательные упражнения, которые, как выражается штангистой, раскачивают силы. Похожим на тучного, весившего около 170 килограммов Андерсена. Гимнастикой, футболом, баскетболом, плаванием занимался штангист. Это вырабатывало резкость движений, выносливость, быстроту. С виду спокойный Власов на самом деле человек темпераментный, энергичный, увлекающийся. Уж если кросс, то не менее трех километров. Власов начал с легкой атлетики. Он толкал ядро, не очень далеко, как этот набивной мяч. И вот тогда ему посоветовали наращивать силу с помощью штанги. С тех пор уже семь лет не расстается Власов со штангой. Старты на 100 метров. Нелегко тянуться за рекордсменом Европы Василием Кузнецовым. Но ведь это консультация, а не состязание. Конечно, я еще был очень азартен. И никогда... У меня были случаи, когда кто-то... Вот я слышал, у меня был один случай, я выступал в Горько на чемпионате страны. И, в общем-то, так был настроен благодушно. Ну, первое, второе место. Я только начинал еще тогда выступать. И вдруг я услышал за кулисами, как мой соперник, тренер моего соперника, говорит, что это дряни про меня. Никогда не быть чемпионом. Я перевернула. Я заказал огромный вес. Ничего, ни одной секунды не ожидая, не сомневаясь, заколотил его, как пустой гриф. Ну, это такой вот случай вспышки. Ну, вообще, я был очень азартный. Я тренировки любил, я работу любил. Я был в знак. Это был мой обед тренировки. Знаете, отдавал я торжественную клятву себе. Начинался сезон у нас после чемпионата мира. У нас в сентябре все дошли, в начале октября. Потом месяц перерыва. И самая черновая работа зимой до лета. Я всегда сбривал волосы. Они сгорали от пота. Все черное, все. Ну, тренировки начинались с 10, кончались с 4 вечера в 5. Весь день в зале. Вот это все, где глянки, здесь все полопается синее. Здесь один огромный синяк кожи. Вот начинаешь, солнце встает. Кончаешь тренировкой зимой, уже темнеет за окном. Ничего не видели. И тренировались. Это не за деньги ведь. Никакие деньги мне не могли возместить это. Я 19, 20, 21 год, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 года я кончил эти тренировки. Я ничего не видел, кроме огней с тяжелейшей работой. Поединки говорят. Счастье поединка. Тебя противник кормит так, что ты едва живой. И ты его кормишь такими. Он меня загоняет на вес. А я, чтобы победить, на больший вес его загоняю. И все веса новые идут. А я же видел, как выступаешь, какой-то риск. Я видел, как втыкаются руки, кости выходят. Я видел, вообще риск большой, это огромный вес. Да у меня я весь в травмах, меченый, сто раз. Незадолго до Олимпийских игр, американец Роберт Шиманский, одетый в специальный пояс и с помощью двух ассистентов, страхующих его, поднимет титанический вес. 200 килограмм. Но чтобы еще больше запугать Юрия Власова, американцы пришлют в Рим еще одного супертяжеловеса Брэдфорда. Говорит Рим, говорит Рим. Итак, мы начинаем последний репортаж об Олимпийских соревнованиях. Микрофон редакции последних изведей и союзного радио в полоцетке Делесборс, где сейчас заканчивается состязание штампистов и зонного веса. Последняя Олимпийская ночь. Зал переполнен. Дрители с интересом следят за выступлениями расслабленных тяжелоатлетов мира за поединком советского инженера Юрия Власова с американцем Брэдфортом. Мы присутствуем сейчас на событии, которого еще не знал и никогда не спил тяжелоатлетов спецборн. Власов уже попросил установить не 200 килограмм, а 202 500. Что-то будет. Вот он взял штангу на грудь, толкнулся. Взял этот вес. Взял этот вес. Замечательная победа Власова. Там приветствуют его стоя. Стоя все зрители. Приветствуют советского богатыря и тех, кто болел за него. И тех, кто вначале болел против него, сейчас уже не могут скрывать своих настоящих суток, не могут и выражать эмпатии восхищения замечательных чувствов советского атлета. Я как пес хороший, тренированный. Меня в драку пустите. Я сильный был тогда, загорелый как черт, могучий был. 24 года. Ну что вы хотите. Я ночь выступал, им немало было. Я пришел. Здоровый был. Выпил бутылку вина на радостях. Ничего не берет. Устал и сижу. А тренеры рядом. Празднуют победу. Я выступал, а они все пьяные. Вся команда от восторга. Окончился сеть огромным триумфом. Это не просто какой-то там выпивает люди. Это надо было видеть. Я потом, сколько выступал, ничего подобного не видел. Огромный многотысячный зал сорвался с места. Вот это все перевернулось. Они прорвались на сцену. На руку меня взяли. Меня отбивала полиция. Я шел, город остановился. Люди по телевизору все передачи видели. Это 4 часа ночи. Это фантастика. Я в Риме переходил улицу. Полиция перекрывала дорогу. У меня одного. В неположенных местах. Вот я иду, ищу место, где перейти. Он раз, перекрывает. Я один перехожу дорогу. Они все знали меня. Автобус останавливается. Шофер узнает, что я еду. Извиняется перед публикой. Бутылка к янте плетеная. Подходит мне с поклоном. Пьет за мое здоровье. Тогда была большая честь. Пьет за мое здоровье. После Олимпиады, вернувшись в Москву, Власов еще раз удивит всех. В расцвете спортивных сил он займется писательским трудом. И уже его первая книга получит полное одобрение автора легендарной полисти вратарь республики Льва Кассили. А затем Власов подготовит и издаст на основе дневников своего отца Петра Парфеновича Владимирова знаменитую книгу «Особый район Китая». Книгу, которая моментально разойдется с прилавков книжных магазинов. К Юрию Власову придет международная слава писателя. Его повести и рассказы будут изданы во многих странах мира. Я знал, сколько я не буду выступать, конца этой игры нету в силу. Она бесконечная сила, бесконечная игра. А в той жизни у меня не было места. А мне хотелось писать, я любил литературу. И мне надо было становиться на ноги, пока я молод. А тут была опасность засосаться в этой вот среде, в победах. Ведь очень лестно быть чемпионом. Прудно, но лестно. Тебя уважает. Вот бы здесь и произошло окончательное перерождение. Я бы окончательно стал только атлетом, профессионалом. Вся молодость бы уходила только и уже жизнь в спорт, в тяжелую атлетику, в тренировки. Возврата в другую жизнь уже не было возможности. Ты уже целиком и со знаниями, и навыками, и привычками всем уже входил в эту жизнь. Надо было выходить, рвать это, понимаете? Как бы болезненно не было, безденежи, как бы не было тяжело с публикациями унизительно. Пусть это же в другой работе, не в литературе. Надо было рвать. А я не хотел быть зависим от спорта. Я любил другую жизнь, не хотел быть в то же время приживальщиком от спорта. Уходят большие спортсмены, потом-то не ходят там вымаливать поведением своим. Поездку за границей, потому что там можно какие-то вещи купить. Ну, какое-то хорошее место там. Это надо быть поймальщиком, надо начальством нравиться. Это же жестко же были отношения. Мест мало, а претендентов много. Каждый год команда выбрасывала сколько чемпионов, а места нет. А мне казалось постыдным. Мое самолюбие не позволяло мне ходить, клянчить и такую жизнь приживальщиком от спорта до последних дней. Я решительно от этого отказывался и связывал свое будущее с литературой. Литература требует огромной энергии, молодости. Надо было вставать на ноги. Поэтому для меня вопрос был решен. 64-й год рубеж. Юрий Власов приедет в Токио абсолютным рекордсменом мира. Власов еще не знает, как драматически для него сложится борьба на Олимпийском попустии. Леонид Жаботинский, Советский Союз. Он с первой же попытки берет этот вес и довольно легко. А Жаботинский попросил добавить еще 7,5 килограммов. И снова легко берет вес. А Юрий Власов просит увеличить вес еще на 5 килограммов. И тоже берет. Действительно состязаются гиганты. Добавляют новые диски. Теперь штанга весит 197,5 килограммов. Такого не брал еще ни один атлет мира. Юрий Власов. Нужно максимальное напряжение силы воли. Ведь на помосте лежит новый рекорд мира. Это действительно похоже на чудо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Теперь второе движение троеборья. Рывок. АПЛОДИСМЕНТЫ И снова происходит невероятное. Власов покоряет еще один мировой рекорд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЖАБАТИНСКОЙ Он толкает 200 килограммов. Власов берет снова больше на 5 килограммов. А вес штанги все растет. Это Власов готовится штурмовать 210 килограммов. И опять удивительный успех. АПЛОДИСМЕНТЫ Что теперь предпримет Живатинской? А он просит установить 217,5 килограммов. Это снова больше мирового рекорда. Второй подход. Власов обеспокоен. Неужели догонит? Не получилось. Это мог пойти толкать не 210, а 212. 212 ему уже никогда бы он не выиграл. Это надо ему толкать было 222. Никогда он бы его не толкнул. А 212 мне ничего не стоило толкнуть. Это я на тренировках его толкал по много раз. Я начал 210, разгон, и решил 217 мировой рекорд. Вот почему я такую раскладку сделал, это вопрос уже другой. Потому что я его не считал соперником. А почему я его не посчитал соперником? По поведению его за кулисами. Вот это меня убедило. Вот здесь произошел мой самый большой просчет. Когда я вижу, что человек так себя ведет, говорит так. У нас был разговор. Когда он, например, подходит ко мне в толчке, мы стоим. Он подходит и говорит, давай так. Закончим толчок, толкнем по 200 килограммов и уйдем. Ну, я вычислился автоматически олимпийским чемпионом. Это он мне сказал. Давай прекратим борьбу. Почему? В жиме у меня большой результат. Рекорд мира. И в зачет пошел этот подход. В рывке хоть и срыв произошел, но мировой рекорд в незачетном походе. Я очень сильный был. И в толчке я готов к мировому рекорду. А он много говорил, что он победит и все выиграет, и все раздавит. У него конфуз получался. И он устал, кроме того же, наелся, конечно, к тому времени. И он мне говорит, давай кончим выступать. Но для меня это же является свидетельством того, что человек уже сломлен. И он говорит, я больше не пойду. Он мне же сказал это. Толкнул он там 205, я не знаю сколько. И я посчитал, что его уже нет, он не участвует в борьбе. И по-своему даю свой разгон. Но если бы это был реальный соперник, я бы не так расставлял бы килограммы. Но когда он активно включился в борьбу, мне это уже нельзя было по-другому себя вести. Когда я понял, что это весь просчет мой, что он сильный соперник, что я неправильно недооценил в результате того разговора и тех слов. Тем более он продемонстрировал. Он подошел, оторвал штангу и бросил, даже без борьбы. Но я тренеру говорю, там ничего не будет. А там был большой результат, был готов. Он все это знает. Но в том-то и фокусе, что победа была чиста, он толкнул 217, я не толкнул. И разговоры тут уже отпадают. Я только могу досадовать, что я проявил в этой борьбе. Недооценку соперника. Став вторым на Олимпиаде, Юрий Власов в дополнительных подходах установит мировой рекорд в сумме троеборья, доказав, что он самый сильный человек планеты. А в 1975 году Международная федерация по тяжелой атлетике признает Юрия Власова лучшим штангистом мира всех времен. Ведь когда я ушел из спорта, постепенно, год за годом, мое имя всячески стиралось, как будто меня не было в спорте. Уже в последний раз, я помню, меня пригласили, была какая-то дата круглой участия нас в Олимпийских играх, показывали Рим, и меня в римской победе не было в фильме. Капитонов, хороший, прекрасный велосипедист, марафонец, его показывали героям Олимпийских игр. Меня не было в этом даже показе. Вот целое поколение людей выросло в 70-е, 60-е годы, которые мы ими не знали. Я вернулся в середине 80-х годов назад в спорт, в людскую память вернулся. Вообще в этой жизни хорошо, независимо от того, какая система социалистическая, капиталистическая, под Халиму живется хорошо, везде одинаково. Вот нет у тебя хребта, готов ползать и лизать, и ты будешь везде в любом строе очень нужный человек, и сделаешь очень хорошую карьеру. Есть у тебя свой стержень, жизненные принципы, в любом строе тебя сотрут и сомнут. Такие люди не нужны. Но вас не смяли? Ну так это у меня оказалось просто, я бы не привеличиваю, скажу, нечеловеческая сила оказалась, жизненная энергия. То, что мне удалось выжить, не дай бог, другим людям. И тяжелейшие операции, и травмы, и безденежья, и в литературе ни одного шага, и глухую блокаду, и что только не делали со мной. И вплоть до последнего времени все. Ну, это уже стало моим стилем в жизни, я привык уже. Я знаю, что до конца я буду, как вот у Гавакума есть протопопа. Помните, он спрашивает его, спрашивает протопопша Марковна, жена его, да какой поры мы будем так жить? Он до самой до смерти, Марковна. Так трудно. Так я, наверное, до самой до смерти буду жить так. Конечно, иногда обидно бывает очень. Я не для себя делал. Все, что я вложил, это гроши, то, что я получил. Я делал для своей страны, для России, для народа. Это выспренно звучит, и не может быть не скромно, но это было единственное, что освещало смыслу мою жизнь. Я для этого жил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok